Здравствуйте! Ещё совсем недавно я очень сочувствовала Miss Orchid Girl. Это англоязычный канал, довольно крупный, там более 30 тысяч подписчиков. И девушка переехала из Румынии на Кипр. Орхидеи шли долго, и практически все заболели фузариумом. Она не смогла спасти большую часть своей коллекции. Это было очень действительно печальное зрелище. Ей даже друзья присылали новые орхидеи, чтобы она пополнила свою коллекцию. И вот теперь у меня, как вы знаете, фузариум. Я разделила вот эту шумбургию и решила показать вам, что у меня было в бутонах. Вернее, пока ещё в бутонах. Я на ноябрь возлагала очень большие надежды, потому что было более 12 цветов с бутонами. Но, как я понимаю, дай бог цветы бы спасти, а бутоны уже ладно. Даже мой любимый зигупиталум и тот подцепил фузариум. Я, конечно, борюсь, но не знаю, чем дело закончится. И даже дело не в фузариуме, а дело в том, что мне пришлось буквально протравить и землю, и опрыскать. Так что, если только бутонами дело обойдётся, и орхидеи сами не погибнут, будет даже очень хорошо. Итак, бутоны ноября. Вот мой зигупиталум. Он уже готов расцвести. Конечно, я не знаю, выживет он или нет. Будет очень жалко, потому что это шикарное большое крупное растение. Но что поделаешь. По крайней мере, будет память о бутонах. Вот этот мой странный дендробиум, который болеет всем чем угодно. У него тоже бутоны. Не знаю, расцветёт или нет. Мой анцидиум начинает распускать уже вторые веточки. Вот его первый отцветает. Первая ветка. Две вторые, они помельче, конечно, начинают распускаться. Вот здесь новый пофиопедилум. Пока живой. Вот этот анцидиум от Швертера. Я не знаю, честно говоря, что у меня выживет теперь после всех этих обработок. Вот этот, простите, зигупиталум был. Вот он анцидиум от Швертера. Вот это наша реанимированная орхидея. Продолжать, простить, слава богу, по крайней мере, на ней нет никаких симптомов. Подвязочка, это потому что лист очень большой и начинает наклоняться. Если его подержать несколько времени подвязанным, он потом укрепляется. Наша камбрия. Тоже не знаю, распустится или нет, потому что, я говорю, пришлось протравить всё просто очень сильно. Вот наша мельтония, мельтониоксис. Я потом, когда будет настроение, если выживет вторая мельтония, расскажу разницу. И есть ли разница или нет разницы. Вот детка дендробиума Нобили. Она собирается процвести, которую мы с вами отсаживали. Вдруг ни с того ни с сего вот этот миди фаленопсис решил зацвести. Кстати, он посажен просто вот так вот в дырочку. Никакого грунта нет. Ринхостилис продолжает растить бутоны. Вот уже даже видно с расстояния, как вы видите. Минуточку. Вот они. И с другой стороны тоже. Вот они. В принципе, даже уже видно, они выходить начинают. Вот у этой ванды от Швертера непонятно, что там назревает. То ли бутон, то ли корешок. С моей котлей случилось несчастье, но это уже не от болезни. Просто кто-то мне отломил огромный бутон. Кто не признается, то, что отломили, это однозначно, потому что бутон я так и не нашла. Вот здесь этот дендробиум, во всей вероятности, это периода, выдает тоже цветонос. И дендробиум Нобили вроде собрался на покой, но, как вы видите, стал выпускать много бутонов. Вот такой вот обзор. Я все-таки надеюсь, что что-то уцелеет. По крайней мере, пока не видно ярких таких проявлений на других растениях. Но это очень коварное заболевание. Спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайк.